Вуз как двигатель развития города. Именно таким видит будущее Севастопольского государственного университета новый ректор. Один из острых вопросов – открытие новых факультетов и направлений подготовки, где студенты смогут обучиться востребованным в регионе специальностям. В частности, нужно сделать упор на развитие гуманитарных дисциплин. Для целого ряда специальностей, прежде всего гуманитарных, очень важным станет идея превращения Севастопольского государственного университета в инструмент мягкой силы России на пространстве Причерноморья и Средиземноморья. Это означает развитие языковой школы, лингвистики, политических исследований. Мы думаем о том, чтобы открывать строительство, возможно, архитектуру, совершенствовать ландшафтный дизайн, возможно, вопросы, связанные с урбанистикой. Но с тем, чтобы сделать Севастополь одним из лучших городов Российской Федерации. Не менее важная задача – развитие инфраструктуры университета. Вузу необходим современный университетский кампус, новые учебно-лабораторные корпуса и общежития. В рамках федеральной целевой программы, развития Крыма и Севастополя, которая сегодня реализуется и правительством Севастополя, и в том числе нашим университетам, предполагается строительство еще двух корпусов и большого общежития на 1200 мест. Мы будем последовательно модернизировать те общежития, которые на Голландии. Конечно, здесь у нас финансовый источник не такой определенный, как федеральная целевая программа. Будем стараться делать это за счет программы развития университета. По мнению Владимира Дмитриевича Нечаева, после разрешения вопросов, связанных с инфраструктурой университета, число студентов СевГУ может возрасти до 25 тысяч. На сегодняшний день в ВУЗе учится порядка 11 тысяч человек. Это одна из стратегических целей, которая в целом есть и в программе развития, и поставлена в нашей беседе с губернатором, который дал согласие стать председателем наблюдательного совета университета. Я надеюсь, что в ближайшее время так это все и произойдет. Понятно, что это очень сложная задача, она будет требовать привлечения студентов, прежде всего, из других регионов Российской Федерации. Студенты не только задавали вопросы, а и делились своим видением дальнейшего развития университета. Улучшение планов обучения. У нас некоторые ребята учатся во вторую смену. Мы понимаем, что это сложно как-то изменить, так как набор будет увеличиваться студентов. Я, как руководитель волонтерского центра, ожидаю развития волонтерского движения в университете. Касательно науки, у нас создалось студенческое научное общество. Недавно мы познакомили наших представителей общества с ректором. Ребята уже разработали план, по которому будут работать, и ректор максимально поддерживает всех нас. Руководство университета планирует сотрудничать с крупнейшими российскими компаниями и предприятиями, такими как Росатом, Объединенная судостроительная корпорация, Ростех. Кроме того, в мае на базе вуза пройдет стратегическая сессия, где рассмотрят дорожную карту технологического проекта «Энерджинет». Реализовывать его будут совместно с электросетевой компанией Россети.